Тема фестиваля «Россия открыта миру, но открытой для способностей детей» стала гостеприимная Харловская земля. Девятый раз ребятам предоставилась возможность показать уровень мастерства 12 направлений к декоративно-прикладному исполнительскому искусству. Именно столько на фестивале номинаций. В фойе Дома культуры Харлова глаза разбегались от представленных изделий в различных техниках. География также обширна. Татьяна Хамедулина из Шатурского района расписывала и вышивала по батику. Я рисовала специальными красками на ткани и контуром выводила, потом сама вышивала. На фестиваль приехали дети из Коломенского, Шатурского, Раменского, Егоревского районов Подмосковья и даже Санкт-Петербурга. Подано 309 заявок от 974 участников. Главные конкурсные выступления проходили на сцене. Здесь участников приветствовали почетные гости. Гостеприимное Харлова опять в очередной раз проводит прекрасные мероприятия. Мероприятие, которое заняло свою нишу не только в культурной жизни поселения Харлова, а шагло дальше, за границей Воскресенского района и привлекает участников, а именно талантливую, эрудированную, творческую молодежь Подмосковью. Для нас это тоже очень важно, когда к нам приезжают коллективы со всего Подмосковья. Мы делали и будем делать все для того, чтобы наш фестиваль до мечты развивался. И, конечно, мы рады сегодня вас приветствовать, уверен, что проигравших не будет. Мы просим жюри быть максимально добродушными по отношению к нашим участникам. Они еще только начинают, вступают в большую творческую жизнь. Мы надеемся, что вы выберете достойных победителей, а всем зрителям желаем хорошего настроения и просмотра фестивальных дней. Открыли конкурсную программу вокалисты, причем самые юные участники Ангелине Семашины из поселка Белозерский всего 6 лет. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не сюда, если надо спать немножко, вы попробуйте тогда. Чтобы пойти своих соперников надо было спеть отлично. И я это сделала. Выступление можно было посмотреть не только в зрительном зале, но и в соседнем помещении. Дочь всегда выступает замечательно, лучше всех. Технически лучше гораздо, чем предыдущие разы, потому что этот танец, они выступают уже не первый раз. В этот раз они прям показали себя очень хорошо. Не надо главное тянуться, всегда улыбаться, смотреть в зрительный зал. И сегодня мы эту задачу выполнили. Хорошо. Отлично бы сказал. Похвала от родителей и объективная оценка от жюри. Оно традиционно было авторитетным и строгим. Оцениваться будет по нескольким критериям. В первую очередь это вокальное мастерство, умение педагога в первую очередь работать с ребенком. Это сразу видно, когда он выходит на сцену. Актерские какие-то качества, умение держать себя на сцене, раскрепощенность. Красиво там-то называть. Петь хорошо, ничего не забывать. Буду пупи, ягодь пить, у лапы, гадь, папы, мамы. И по всюду буду пить. В первый конкурсный день выступили вокалисты, хореографические коллективы, во второй частицы и театральной студии. Интрига остается, кто завоевал призовые места и, конечно же, гран-при фестиваля «До мечте». 24 ноября пройдет закрытие. В Доме культуры поселка Харлова будут объявлены победители и состоится награждение. Евгения Светлая, Евгений Стародубов. Новости Искровект.